Что интересного в колючках на ладонях паука Магуайра? Оставляет ли он их в стене, когда отцепляет свою руку? И как паучок Гарфилда липнет к стенам с такой толстой подошвой на обуви, в конце концов? Ответ на эти и другие занятные вопросы, касающиеся нашего старого знакомого Человека-паука в этом видео. Не забудь поставить лайк и приятного просмотра! Я далеко не первый, кто затрагивает подобную тему, так что, возможно, многое из справочного материала, а также из научпоп-обсуждений, витающих вокруг этой тематики, вам уже знакомо. Однако мы сделаем упор и на анализ механики движений киношных пауков в контексте вопроса, заявленного в названии этого ролика. А обратить внимание там тоже есть на что. Приобретённая Питером способность к лазанию по любым вертикальным и перевёрнутым в кавычках поверхностям всегда была наиболее труднообъяснимым навыком. И объяснить это куда сложнее, чем ту же органическую паутину. Почему? Потому что в разрезе фантастики про Спайдермена органическая паутина – это набор новых выделительных органов, что так или иначе скрыты внутри тела Питера Паркера, и о которых мы, кстати, говорили в прошлом видео про паучка, ссылочка в конце этого ролика. А навык крепления и перемещения по различным объектам – это уже особенность внешнего строения животных, если говорить конкретно про пауков, что во многом формирует их облик, как минимум внешний вид их конечностей. И поэтому первоисточники Человека-паука, конечно же мы сейчас имеем в виду комиксы, всегда давали размытые объяснения механизма этой суперсилы. В частности, первый ежегодник про паучка из 60-х дает следующее описание. Один из наиболее ценных активов Человека-паука – это способность к лазанию по стенам, словно у огромного, человекоподобного паука его руки и ноги противостоят силе гравитации, так будто они покрыты тысячами присосок. На страницах этого же издания есть раздел с техническими характеристиками костюма Пита, где можно рассмотреть, что авторы, а точнее иллюстратор, задумывали его максимально тонким. Его обувь, хотя по факту это больше похоже на носок, судя по описанию, без особого усилия помещается в карман. Такая легкость и тонкость костюма проектировались с целью не препятствовать паучьим способностям Пита сцепляться с поверхностями. В более поздних выпусках данной линейки комиксов Питеру, будучи в повседневном убранстве, приходилось даже снимать гражданскую обувь, чтобы иметь возможность взбираться по стенам. И говоря про повседневную обувь у наших киношных паучков. Ни в одной ленте, что с Магуайром, Гарфилдом или Холландом не было момента, чтобы кто-то из них крепился к стенам или потолку, находясь в гражданской обуви только ногами. Да, было много кадров, где они цепляются и перемещаются по поверхностям как руками, так и ногами, но в эти моменты как минимум одна рука всегда на поверхности. Это, конечно, во многом связано с условностями процесса съемок, актеры-то перемещаются по горизонтальной поверхности, но почему меня должно это останавливать? Чтобы в этих случаях сгруппировать тело в нужное положение, им помогает сила и координата, а мы говорим про силу и координацию Человека-паука. Также не было и моментов, когда новоиспеченный паучок, еще не умеющий контролировать свои силы, нецеленаправленно лип к чему-либо ногами, опять же находясь в обуви, а не босиком. Куда больше вопросов вызывает дизайн уже паучьего костюма Гарфилда. В первом фильме его обувь – это толстая спортивная подошва. Но к костюму Гарфилда мы еще вернемся. Сравнение с тысячами присосок – это все, что было у читателей комиксов на ближайшие пару десятилетий. Пока в 80-х в одном из официальных справочников Marvel не было напечатано следующее объяснение. Воздействие мутировавшего паучьего яда вызвало изменение мозжечка, что привело к способности мысленно управлять потоками межатомного притяжения. Электростатическая сила по итогу позволяет преобладать огромному потенциалу электрического притяжения. Ментально контролируемая субатомная частица, ответственная за это, не обнаружено. Вот такое все еще довольно размытое толкование, но тем не менее частично, частично имеющее отношение к современному научпоп-объяснению обозреваемой способности паучка. Ну скорее даже не объяснение, а одна из возможных теорий. Выпадает из него разве что вышеназванный огромный электрический потенциал, именно огромный. Мы говорим про классическую версию паучка, и укусил его все-таки радиоактивный паук, а не другое существо. Соответственно, рассматривать паучьи способности логичнее в свете именно этого животного. Эта научпоп-теория строится на исследованиях, что приписывает некоторым животным, таким как пауки и гекконы, применение так называемых сил вандервальса. На лапах животных находится куча волосков, у гекконов, к примеру, их миллион на каждый, которые в свою очередь разветвляются еще на сотни более мелких. Эти структуры настолько маленькие, что при контакте с объектами они так плотно и близко прилегают к поверхностям, что взаимодействует с ними на молекулярном уровне, чему способствует и обмен зарядами между атомами. Это и называется силами вандервальса. Актуален ли обозначенный механизм для паука Сэма Рэйми? На первый взгляд нет. И это не связано с тем, что согласно еще одного исследования, подобными крепежными структурами, как у пауков, должна быть покрыта почти половина человеческого тела. Ведь силы вандервальса в отдельно взятой микроточке ничтожно малы. Неспроста у гикона на одной лапе сконцентрировано около двух миллиардов таких точек, а не несколько сотен, как у паука Магуайра. А с тем, что на мой скромный субъективный взгляд, авторы трилогии предполагали более простой принцип работы этой паучьей силы. Несмотря на то, что, если я ничего не путаю, год публикации того самого исследования это и есть год выхода первого фильма. Колючая щетина, выходящая из пальцев Пита, назову это так, это, понятное дело, ни разу не микроструктура. И в финальном кадре с ее демонстрации можно рассмотреть, что она раскрылась еще и не полностью. Длина этих колючих структур только здесь уже под полтора-два миллиметра. Механизм крепления Магуайрского паука к объектам сравним с механизмом, что используют многие насекомые, крепление при помощи когтивитных элементов. Сами колючки имеют еще и дополнительные зазубрины для лучшей фиксации с поверхностями. Что еще интересного в этом эпизоде, так это то, что эти колючки не то чтобы выдвигаются, они будто впервые растут из кожи Пита, как, к примеру, растут волосы человека. При том, что это уже не первый случай их использования Питером. То есть, когда Питу нужно отцепить руку от поверхностей, он просто оставляет эти структуры там, а затем отращивает новые. Да, это все мои фантазии на тему паука Сэма Рэйми, но почему бы и нет. Только представьте, какой ущерб он наносит многим городским сооружениям, особенно с преобладанием гладких поверхностей. Это вдобавок к тому, что его органическая паутина не растворяется, а оставляет он ее ежедневно десятками километров на зданиях. Для ее уборки вообще должна быть создана отдельная коммунальная служба, и это еще один прекрасный повод для подгорания жопы Джеймисона. Но все вышесказанное не отменяет, что связь Пита с объектами может быть и на молекулярном уровне. В прошлом ролике про Человека-паука мы наглядно рассмотрели, что способности, переданные пауками Питу, вышли на кардинально новую ступень, не имеющую аналога в живой природе. Сцепление его ног с объектами работает точно по такому же принципу. Колючки длинные, а костюм этого паучка, включая подошву его обуви, весьма тонкий. Способ лазания по стенам от паучка Гарфилда, как и в случае с паучком Холланда, нам не раскрывался. С одной стороны, это более классический паук, нежели паук Магуайра. С другой силы этого Питера, это продукт целенаправленной гибридизации Человека и Паука. Так что механизм, показанный в трилогии или схожий с ним, и здесь остается наиболее логичным. Человек-паук Гарфилда в ленте 12-го года, разрабатывая свой костюм, основанный на спортивной одежде, применил и весьма толстую подошву от спортивной обуви почему-то. И, как ни странно, наблюдая за этим пауком в костюме за весь фильм, я не увидел ни одного момента, где бы он полноценно держался на какой-либо поверхности только при помощи ног, распределяя на них существенную, а иногда и огромную нагрузку, как это делали пауки Магуайра и Холланда. Исключение, опять же, когда он был босиком. Ну, точнее, такие моменты были, но чтобы это длилось более секунды, и чтобы это нельзя было списать на инерцию и физику во время паучьего паркура, нет. Во время последнего он часто отталкивается от стен из положения на руках, хотя мог бы отталкиваться и ногами. В целом, это касается и второго фильма. Даже несмотря на то, что тут он обзавелся уже тонкой подошвой, что в начале фильма помогло ему ногами ловить колбы с плутонием. Вообще, за два фильма, момент, когда он более-менее использует свои ноги для крепления к стенам, происходит во время битвы с гоблином. Длится он, опять же, секунду, но здесь по механике движений хотя бы видно, что держал он свой вес только при помощи ног. Про паучка Холланда в формате сегодняшней темы рассказать что-то новое, к сожалению, нечего. Он также страхует себя руками, когда на нём повседневная одежда или даже его первый паучий костюм, и активно приклеивается к поверхностям ногами, будучи в профессиональном костюме. Разница в том, что костюм Тони Старка открывает практически неограниченный доступ к технологическим возможностям, но это уже совсем другая история. Так или иначе, история Человека-паука это не история ползающего по стенам героя, это история просто хорошего парня из Квинс. Сегодня ты узнал про паучка немного больше. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!